привет и доброго времени суток всем постоянным зрителям моего канала а также всем кто случайно или по приглашению на него попал спасибо вам за внимание и поддержку рад также приветствовать совсем новых зрителей которые подписавшись могут стать новыми друзьями канала сегодня мы продолжим тему войны вернее цикла бесконечных войн проведших победе правда первой наш оккупант речь как я обещал пойдет атак называемых революциях в европе 1848 1849 году смотрим внимательно на карту как мы видим полыхает везде по всей европе то есть одновременно на все территории народ проклятием угнетенных дружно начал бунтовать и сражаться с властями свое время идеологи революционеры сидя в мягких креслах своих уютных кабинетов после парочки бокалов доброго вина нам сообщали все как один кого вы не возьмете что это были буржуазной революции пора начинать удивленно таращить глаза на них как результат классовой борьбы то есть ткачи шахтеры лавочники пекари бюргеры столевары каменщики студенты школьники злобные фурии с публичным добом смотрите картинку ибо прототиповым образа мифическая жица любви послужила в едином порыве все вместе воспылают праведную любовь к фабрикантам помещикам банкиром торговцам биржевым спекулянтом и ростовщикам и проникнувшись несчастной судьбой этих буржуа которые стонали под рабским гнетом проклятых феодалов ленивых и подлых аристократов высыпали на улице всех столиц европы и без оружия с камнями и палками разогнали полицию жандармерию гвардию стали грудью на защиту интересов своих рабоводателей фабрикантов можно сказать рабоводельцев капиталистов и банкиров а что вы хотите и булочники и сапожники и молочники в париже не могли не спать не есть из-за бедственного положения банкиров и капиталистов ибо воспринимали интересы крупной буржуазии как свои собственные родные особенно свирепо сражались швеи прачки ведомые в бой особенно свирепо сражались швеи шляпники прачки ведомые в бой неустрашимыми грозетками некоторые сильно пылкие авторы особенно превозносят посетителей кафе и ресторанов которые бросил свои рюмки газеты чашки с кофе и цилиндры прямо из окон и дверей бросались на полицию жандармов а сумасшедшие владельцы ресторанов и кафе сами помогали им тащить свои стойки и мебель на улицу для сооружения баррикад вот смотрите на картине революционеры перед боем а вот типичные революционеры которые своими тросточками кололи солдат как штыками вы думаете я над вами издеваюсь нет это описали те кто непосредственно видимо путешествие времени видел эти события те кто нам рисует красочные картины революции и образы настоящих революционеров эти революции внимание потом назвали весна народов ничего вам не напоминает например арабская весна пражская весна но если прочее киевская весна то есть такое общее наименование всех этих вооруженных и не очень вооруженных восстаний началось все опять от этих несносных бурбонов которые дурно управляли сицилии ибо как заявляют нас те же самые ученые ученые из ученых историки положение крестьян на этом острове было просто ужасно а несколько неурожаев подряд сделали их положение просто невыносимым и буржуазия острова тоже сильно пострадала и по этой причине стала буржуазии это самое сильно заниматься агитации что привело к первому такому массовому противостоянию началось все в мессине как мы можем из этой картины себе представить некая буржуазия одев юбку покороче взял в руки большой флаг начала бегать по пыльным проселочным дорогам сицилии и скакать по скалам как козочка и бегать к фермам христиан и поднимать их на вооруженную борьбу и типа бросал своих козы и овец и свои плантации бросились все бунтовать за этим сразу полный бред на картинки ибо историки утверждают что вас восстание на сицилии началось через три дня после кровавой резни устроенные австрийцами в милане но тут же мы читаем что восстание в полерма началось 12 января а не шестого а вот восстание в милане самом милане возникло почему-то началось только в марте какое вообще отношение события милане могут иметь к сицилийским крестьянам которые сегодня терпеть не могут жители италии континентальной особенно ее северяна а миланцы терпеть не могут юг а также особенно сильно не любят сицилийцы заметим что население острова на тот момент согласно тем же историком это 97 процентов крестьян 2,4 процента рыбаки все эти люди не читать не писать не умели связи как вы понимаете никакой не было что могли узнать на какой-нибудь ферме сицилийской к запасы о каких-то событиях в каком-то милане я думаю что большинство из них и слова-то такого милан не слышат тем более даже если мы представим себе что что так тут там кому-то сказал то я абсолютно уверен что крестьяне понятия не имеет то есть властью в том же полерно такова уж жизнь сельской глубинки все крутятся в собственном соку единственно кого они могут видеть этот купщик который приезжает к ним скупая их продукции привозя им все необходимое для их жизнедеятельности как вы понимаете газет интернета мобильных телефонов на сицилии еще нет даже мафии еще в проекте не существует оружие у христиан тоже нет полерно тот момент большая деревня около пяти тысяч жителей такие восстания господа ученые тем более какая буржуазная революция но ученые нам с восторгом сообщают что восстание в милане началось в марте как только началось началась революция в вене далее причина всех бит сражений побед и поражение итальянских борцов за свободу от австрии займет слишком многом времени потому всех событий никогда не было в конечном итоге дольше всех сражалась как нам говорят венеция на ее 22 26 августа заняли австрийские войска поэтому например смогу и океанте сообщают нам ученые что восстание в папской области откуда еле унес ноги в тот момент папа пить 9 и где была провозглашена римская республика сама восстание революция была подавлена французскими войсками в мае 1849 году заметим далее что это очень важно и так же в этот раз мы имеем во франции как нам друг сообщают настоящую бурю революции которая начинается в 1848 году опять море крови непонятно зачем и почему поэтому французская армия сражается с революционерами в италии испании а нам говорят что это буржуазная революция где эти буржуазные революционеры господа ученые и зачем им все это надо если это коммерсант торговец него купец то для него любая революция это банкротство и катастрофа но и ведь это не все полыхает буржуазная революция в германии смотрим на картинку и восхищаемся столь наглые уже особенно удивляют активные участники революции служащие как нам готов ученые чиновники состоятельные бюргеры я на вид без бочонка пива и дюжины бутылок шнапса при составлении этой информации никак не обошлось а ведь страшные бои в германии шли с марта 1848 года до конца лета 1849 года то есть 17 месяцев а фактически боишь ли до декабря 1849 года то есть 20 месяцев вот как художники например изображают страшные бои в дрездене хотя как заверяет нас ученые за шесть дней боев погибло от 190 до 250 человек восставших 6 дней боев в городе густонаселенном с применением тяжелой артиллерии а город брали 45 тысяч солдат саксонской армии с генералом фридрихом фон вердельзее и к тому же генерал прусский и с ним еще была и прусская армия правда и этого генерала вердельзее не нашел нигде фантом он какой-то нет о нем ничего конкретного и вообще он подошел к городу 7 мая да еще вот как я сказал спуск армии если бы написали о 25 30 тысячах погибших я бы мог поверить но опять все то же самое никаких реальных документов а в чем что я сказал до этого нет информации кроме плакатных картин 0 то есть все это мы найдем в пустых трактатах вроде истории дрездена и цикла энциклопедических справочников но такая деталь очень многих участников революции германии при этом приговорили к смертной казни или по жизненному заключению документы судебные решения где протокол заседания суда где может кто-то нашел и я ничего не нашел разрекая нас ученые с упоением рассказывать нам о всех этих революциях например о революции в австрийской империи которые 5 опять и кажется буржуазно демократически при этом как окажется вся эта революция распадается на целую кучу восстаний кровавых национальных элит как нам говорят против власти императора то есть фактически национально-освободительных движений а никаких не буржуазных революций но все вместе до кучи называется буржуазной революции буржуазной демократической революции просить бои идут разных частях империи хотя сама эта империя тоже весьма образование очень непонятно но мы читаем что 12 января 1848 года восстание на севере италии 13 марта 1848 года восстание в вене 15 марта 1848 года восстание в венгрии 12 июня 1948 года восстание в чехии прямо за разная эпидемия революции вот ради этих пламенных сынов народа именуемых буржуа и бьются немецкие студенты бюргеры австрийские кондитеры и венгерские пастухи ибо как не пожалеть болезненных и не встать на их защиту горой вот смотрите картинку типичные бойцы за буржуазную демократию в 1848 году бедный австрийский император сам справиться с венграми и чехами не мог и немедленно позвал на помощь своего шефа из преисподней николая первого и перед их общими усилиями венгерская армия капитулировала русской армии как ему уже в предыдущем ролике смотрели командовал некий паскевич о котором уже подробно с вами побеседовали и поговорили а также некий александр лидерс опять на сто процент на русский генерал главное командующий 2 опять-таки русской армии при этом он как и паскевич был еще и наместник в царстве польска родители этого александра николаевич а на самом деле александр фон лидерс опять спрыли русские генералы которые почему-то оказались русскими генералами и тут мы смотрим внимательно его портрет некоторые договорились до того что это по встречи по старейший император николай первые работы портрет никого ботмана но этому смотрим еще один процент этого вояки со всеми подписями и затем внимательно смотрим на портрет старшего демона николая первого так называемого фантомного император россии нет явно непохожие демона ну так вот эти два два бравых русских в кавычках генерала палача как утверждают ученые по приказу своего хозяина жандарма европы николая учить утопили в крови венгерскую революцию до у этого самого генерала лидерса мать была софия раскиль или расшиль это что за фамилия такая русская я не знаю может кто-нибудь на фильм видел ты слышал такую фамилию я не слышал узнать точно нельзя а вот отец его был генерал николай фон лидерс генерал-майор ну да речь данном ролике идет не о нем также в это же время было восстание вернее опять революция в польше так называемое познанское восстание который у чудеса началось 20 марта 1848 года и было быстро подавлено 9 мая познание в то время входил состав пусси само восстание в познание подняли евреи поляки и немцы здорово то как настоящий дружба народов интернационально вспыхивает в это же время революции в галиции сегодня это часть украинской территории а тогда это была часть астровенгерской империи восстание вспыхнула в городе львове 19 марта 1848 года если в поздно 20 марта то здесь на один день раньше в это время важно скручивать по хитовски ученые сообщают что население границы состояла из рабов русинов так и написано из рабов русину так была единственная часть австро-венгрии где процветала жесткое крепостное право а все помещики в этой австро-венгрии в гриции были паны поляки жестко угнетавшие русское население так и пишут восставшие рабы русы первое что сделали это очень важно слушайте так это освободили политзаключенных к ракове и львове и сформировали национальную гвардии наверное у них у этих крепостных забитых были айфоны для связи а часть была кадровыми офицерами которые могли возглавить эту национальную гвардию собравшись при этом создают гвардию на собирается на массовую мирную демонстрацию крепостные крестьяне то есть они бросили свою работу на барщине на полях и все дружно прибежали в краков и львов устраивать революцию и там эти крестьяне не умеешь ни читать ни писать проводят митинги собирает огромный митинг во львове и отправляют адрес то есть большое послание императору фердинанду первому правда красавица император смотрю внимательно портрет в этом адресе в этом послании эти крестьяне рабы русы требуют отмены барщины и отмены крепостного права я вам сразу же показываю портрет этого субъекта что вы поняли откуда растут ноги сегодняшних модных свобод на подиумах мира из модных журналов для молодых мужчин помимо этого эти неграмотные крестьяне русы рабы потребовали отныне не звать их больше русами а звать украинцы это это шучу на самом деле их везде звали русскими или руссинами и звали они себя правильно на мой взгляд абсолютно русы нами пока это не прекратил некий товарищ сталин который приказал всем им писать в паспортах в графе национальность украинец или украинка а до этого все они сами звали себя руссыны смотрим на фото львов 1880 год кстати им в это время в 1880 году запрещалось говорить на русском языке а львов назывался ленберг я считаю что материалов достаточно об этих всех революциях и попробуем разобраться вместе в том что же за ними на самом деле скрывалась итак смотрим опять на карту и думаем а что мы можем думать если отбросить дебильную версию революции народов или весны народов мы должны внимательно посмотреть на карту еще раз и начинаем все вместе дружно думать о том что же происходило на самом деле то есть еще раз говорю о том что мы отбрасываем все дебильные версии буржуазных демократических революции когда за интересы буржуазии со стервенением бьются рабочие крестьянец мелкие служащие студенты школьники комиссанты мелкие владельцы лавок и так далее логики здравого смысла у создателей диалектического маршизма не было совсем никогда даже в пол процента на самом деле мы перед собой видим карту страшных боев в ключевых точках западной и центральной и южной европы где остатки уже процентов на 80 уничтоженного мужского населения яростно сражались в последних боях с сортами клонов мелких бесов и утративших человеческую иску людей ведомых ложью ненавистью в бой а читать бред о причинах революции просто тошно как маленький пример что нам говорят ученые во франции да и во всем мире 14 февраля 1848 года министр внутренних дел франции дюш-отель запретил внимание банкет назначен на 19 февраля в 12 округе парижа еще раз подчеркиваю банкет назначен на 19 февраля с участием офицера национальной гвардии организаторы банкета попытались перенести банкет и назначили его на 22 февраля надеюсь договориться с министром в более отдаленном центром месте однако министр дюш-отель запретил и этот банкет на который должны были прийти богатые коммерсанты банкиры владельцы газет заводов пароходов 87 депутатов парламента и около 150 высших офицеров национальной гвардии а почему этот дюш-отель приказал по всему Парижу вечером 22 февраля и в ночь на 23 февраля расклеивать объявления о запрете банкета все участники банкета все эти банкиры, офицеры владельцы газет коммерсанты депутаты сообщили министру что согласны с его решением и не будут проводить банкет вы только подумайте кучка аристократов офицеров депутатов банкиров собрались хорошенько повеселиться с шампанским и устрицами но злобный министр внутренних дел им запретил это возмущенный тем что их любимых депутатов офицеров банкиров коммерсантов особенно ростовщиков так сильно обижают запрещая им вкусно поесть и выпить а также тем особенно сильно возмутились парижане что пройдет такое огромное количество омаров и устриц протухнут население парижа встало на дыбы как один как осел они встали которому под хвост положили колючку репейника уже утром к месту предполагаемого но запрещенного банкета собираются огромные толпы рабочих заметим банкет собирались проводить банкиры а собираются рабочие толпы защищать банкиров помимо рабочих туда же подтягиваются мелкие лавочники студенты с пением марселезы толпа пошла к рубонскому дворцу куда и ворвала лазь где выкинула трон короля все попытки армии и полиции разогнать толпу говорят нам академики успеха не имели к утру 23 февраля в париже узнав что устрицы и омары все-таки пропали было возведено не менее полутора тысяч баррикад а вот вечером 22.30 войска по непонятной совершенной причине открыли стрелять по гуляющему народу на бульваре капуцинов вы же так пострелять что вы хотите раз служи есть можно же пойти пострелять на бульваре вышли солдаты и постреляли ну и так далее мораль скрепчает заметим что именно подобный бред и сносит под ноль любое доверие к любым историческим трудам и монографиям тем более к учебникам и так на самом деле идет яростная зачистка территории от последних очагов сопротивления применяется оружие массов поражения горят города и творится все это ни один день ни два дня ни три дня бои идут постоянно по всей Европе для самих демонов высших пир идет горой сам николай первый готов вторжению на Русь Москва хотя частично восстановилась но единого центра сопротивления уже нет Питер оккупирован скорее всего в 1825 году проблема только одна Крым и юг России в Крыму согранились огромные базы военные и есть армия для атаки на Крым у демонов но им надо иметь тихую и спокойную Европу полностью покоренную если вы помните с предыдущего роликах 1828 года по 1848 год в лагерах смерти России погибли миллионы молодых мужчин а Россию строго регулирует процесс и подавляет бунты у него самого уже появилась масса преемников не забывайте очень интересное слово преемники огромное количество простого народа оболваненного пропагандой начинают входить в церкви где оккупанты пока сохраняют обряды еще продолжают работать электростанции мелкие заводы хотя большая часть завода была законсервирована чтоб не происходили экологические катастрофы голодным и впавшим в полное отчаяние научным и административным работникам начинают предлагать выгодное очень сотрудничество с оккупантами за жирную пайку и гарантированную безопасность этими событиями объясняются следующие очевидные вещи отсутствие первое реальные письменные истории до середины 19 века то есть есть некоторое количество фальшивок есть некоторые причем значительное количество книг картин и противоречащих друг другу карт смотрите ролик о старых картах ссылка в описании то есть фактически нет никаких реальных документов например о том же сражении под аустралийцем но есть роман война и мир нет нет ничего реального о восстании пугачева но есть капитанская дочка Александра Сергеевича Пушкина нет ничего об эпохе короля Людовика 13 но есть роман Александра Тюма который скорее всего тот же сам Пушкин но постарше который мы все прекрасно знаем который называется три мушкетера причина простая оккупанты не могли допустить передачи знаний об реальных исторических событиях о реальном мире которые они покорили которые они покорили страшных войн и покоренному населению не надо было знать реальную историю за любую попытку говорить о реальной истории скорее всего следовали немедленные и страшные репрессии но им тем не менее пришлось сотворить массу фальшивой информации придумать неимоверное количество царей правителей фараонов ученых историков но ведь это все еще надо было перевести на только что созданные в попыхах европейские языки да да все европейские языки новодел середины и второй половины девятнадцатого века на базе языка единого для всего мира который мы можно назвать проязыком все все составители этимологических словарей беспардонные лгуны и шарлатаны но об этом будет отдельный ролик второе показательным признаком завоевания тысяч объектов в виде развалина и тысяч действующих и сегодня гениальных объектов культуры архитектуры транспортных систем свидетельствуют о невоерно высоком уровне технического развития разрушенной процивилизации фактически тот же самый Санкт-Петербург музей процивилизации открытый для свободного доступа и под открытым небом находящихся а московское или питерское старое метро объекты великолепно функционирующие и работающие по сей день так первые станции московского метро функционируют уже восемьдесят четыре года без единого дня ремонта и поражают нас своей красотой и технологиями которые мы повторить не смогли и не сможем судя по всему третье власть над всем миром безусловно едина стара и античеловечна основой этой власти является ложь а скелетом этой власти является страх далее по порядку следует жадность златолюбие тщеславие зависть ненависть и прочее такие пороки которые сегодня уже и не пороки а почти что официально утвержденные и принятые за основу поведенческие стимулы и нормы правила зараженного и насквозь гнилого социума под названием демократическое общество четвертое всеобщая для всего мира сверхпрочная цепь из банковской системы стержнем и оружием которой является процентный кредит человек ставлю жалким рабом иллюзии о необходимости своей своего положения жалкого рабского во имя радужного фантика и иллюзии его якобы собственности сам как цепной пес верно сторожит пещеры своих и хозяев казалось бы ну простая логика выпустили вопрощение в стране x 100 тугриков выпустили в стране x 100 тугриков отдали их банкам за 2 процента годовых банки дали их клиентам за 6 процентов годовых то есть казну банки должны отдать 102 тугриков а себе должны оставить 6 тугриков вопрос а откуда эти 8 тугриков появится если кроме государства их печатать никто не имеет права думайте учитесь думать ибо как только государство дало 100 тугриков банкам вооборот за проценты оно тут же совершило мошенничество то есть государственные преступления тяжелые никаких процентов государство никак не может брать потому что никто не может кроме них нарисовать эти проценты то есть для того чтобы заплатили проценты надо напечатать еще денег и не надо говорить при этом о международной торговли эти тугрики как бы они назывались по всему миру выпускает один и тот же кровожадный ростовщик и они ему на самом деле не нужны они именно за них люди отдают себя в рабство грабят убивают крадут продают своих детей родину отца и с матерью именно это вот этому рассачку и надо от вас ибо этих тугриков он сделает столько сколько захочет количество их он может выпустить неимоверное в любом виде в любом качестве с любыми рисунками а сейчас тем более еще легче стало просто виртуальные тугрики которых и в руках то подержать нельзя потому что их на самом деле нет а есть некие циферки на экране монитора ну да ладно а в конце как я и обещал я вас слегка удивлю может сильно удивлю кого как смотрите на первую картинку это якобы построенное в тридцатые годы сооружение из красного гранита для самого доброго демона ой простите человека в мире но это просто мои фантазии на самом деле не стоит на них обращать слишком много внимания так вот смотрим дальше внимательно смотрим дальше своих этих самых фантазиях я вижу верхушку вот такого сооружения смотрите внимательно большая часть которого в москве на красной площади находится под самой этой красной площади я своих фантазиях думаю что это одна из немногих сохранившихся в мире энергетических портальных станций полностью действующая способная перемещаться и хранящая в своих недрах энергию наших предков энергию и знания про цивилизации демоны захватившие власть смогли приподнять приподнять ее верхушку наверх остановить силовые установки и замаскировать одновременно разрушив ее гармонию и целостность так как притащили из своих хранилищ почти утратившие силу скелет одного из павших своих вождей вложили почти неживую сущность в куклу изготовленную по их приказу и запечатали выход из пирамиды запечатали выход для знания добра как пробкой а потом устроили массовые заражения людей которые безумно идут поклоняясь не вождю а отдают свою часть энергии часть своей души часть своей искры и выходит оттуда тяжело зараженные вирусом зла и человеконенавистничество потому что там слово добро нигде применить совершенно невозможно а что вы хотите от тех кто сидит в кремле ведь их главная роль это охранять троны демонов и платить дань вашей крови потом слезами и страданиями и при этом не дать ни в коем случае тронуть этого демона как бы его ни называли но опять таки я повторяю это все мои фантазии не стоит на них обращать внимание и тем более если это вас задевает света добра и правды всем кому это нужно спасибо за внимание следующий ролик будет о событиях в европе в начале второй половины 19 века а потом мы плавно перенещаемся в северную Америку я с вами на этом прощаюсь до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч